Чувашский колорит в Малом Сундыре, китайский в Кугесях. Наша съемочная группа проверила, насколько интересно путешествовать по Чебоксарскому району. Причем в очагах культуры найдут занятия и для детей. Как раз у школьников со следующей недели каникулы. Как будто душой чувствуешь, они когда-то пригодятся. А сейчас подобного нету больше, таких экземпляров. Нет, нигде его не найдешь. Сохранил столько лет, как будто душой чувствовал. Железные путы или старинная противоугонка для лошадей 40 лет пылилась в гараже. Теперь обрела свое место в музее почтовой станции. Дело в том, что Малый Сундырь раньше именовался Саньял. В переводе с Чувашского – Становая деревня. Она находилась на торговом пути в Москву. И здесь была перевалочная станция с химщиком. Последний из них – Мирон Погодейкин. Я здесь родилась, живу. И Погодейкин, его родственников я знаю. Как бы с чего началась его фамилия. Каким он был замечательным ямщиком. Держал 100 лошадей. Почти все экспонаты, так же, как и путы для лошадей, сюда принесли местные жители. Музей почтовой станции и соседний суваро-булгарской культуры собирали, как говорится, с миру по нитке. Экспонаты все принесены в дар археологическими экспедициями гуманитарного института, Чувашского государственного университета, Казанского археологического университета. Самые ценные, по мнению экскурсоводов, в музее – станок для плетения веревок, котлы кузнечной работы X века. Словом, есть что показать. Только пока туристические тропы в музей не до конца проложены. В скором времени мы заработаем в полную мощь. Приглашаем вас. Скоро будет открыто кафе, гостиница и будут развлекательные программы для детей. Будет интересно. Помимо туристического потока у нас проходят здесь регулярные праздники. Это такие, как Хороводы Пухи, Керзари, Щеварны. От чувашского колорита к китайскому. В музее Бичурина, согласно восточным традициям, знакомят с таинством чайной церемонии. Лучше три дня не есть зерна, чем один день не пить чая. Китайская культура, она такая необычная, она такая привлекательная, она такая загадочная. И наш земляк Никита Яковлевич Бичурин в своей книге «Статистическое описание Китайской империи» в 1842 году еще описывал методы заваривания китайского чая. Правила актуальны и по сей день. Хорошая вода, родниковая, выверенная температура заваривания для каждого сорта своя. Ну и, конечно, наслаждение цветом, ароматом и только потом вкусом. Чай был такой терпкий, немножко непривычный. Пить его надо было без сахара, без меда, без баранок, без сладких конфет. Мне, если честно, понравилось. Здесь наплыв посетителей немаленький, более 8 тысяч в год. Местные и приезжие. Чайные церемонии начали проводить только с этого года. А вот о нашем земляке, основоположнике отечественного востоковедения Никите Бичурине, посетителям рассказывают на протяжении 17 лет. Никите очень легко давались языки. Он в совершенстве владел латынью, свободно изъяснялся на французском, ну а на греческом он писал стихи. И вовсе не придется выезжать за пределы Чебоксара, чтобы познакомиться с чувашскими промыслами. Музей и фабрика Паха Тюре. Здесь хранят традиции старинной вышивки. Желающих могут даже научить выводить узоры на ткани. Это панно. Здесь, значит, заканчиваю женщина. Рядышком будет мужчина и древо жизни. Если человек раньше не вышивал, естественно, с азов. С самых простых спунтиров, с крестиков, которые легко вышиваются. Кстати, фабрике в этом году исполняется 95 лет. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика.